Я приветствую вас, друзья! Мы продолжаем свои безумные приключения в Fallout 2. Постапокалиптическая атмосфера всегда уютна, безысходна и таинственна, поэтому давайте же начнём. Так, что бы хотелось сразу сделать? Посмотрим. Это твой племянник, Фергус. Хнычит по обыкновению. Ну, давайте подойдём к своему племяннику. Вах, так пить хочется, а колодец соломон! Ну, кто-нибудь, почините колодец. Ну, естественно, мы не можем отказать. Так, где у нас был ремонт? Ремонт. 31%, конечно, маловато, но... По-моему, 25% хватает. Да, вы починили колодец, вы приобрели 100 очков опыта. Прекрасно. Слушай, спасибо за колодец. Колодец работает, ты молодец. Ну, я, естественно, молодец. Так. Я же родственник, я же потомок. Выйти Лукаса. Вот Лукас как раз-таки нам поможет, насколько я помню, обрести некую уверенность в рукопашном бою и использовании холодного оружия. Так вот ты где избранный. Пфу, как твои успехи? Отлично. Может, тебе не помешает помощь воина? Конечно. Чем ты можешь мне помочь? Я умею драться руками и ногами. Хочешь поучиться у меня? Чему ты можешь научить меня? Я могу научить тебя мощным ударом ногой. Это займёт целый день. Ну, ладно, давай. Вы получили восприятие. Мы вернули свои очки характеристик после использования препарата, который повышал нам жизнь. Ты быстро учишься, избранный. Попутного тебе ветра. Спасибо за помощь. Спасибо, очень приятно. Так, ну что, у нас теперь развита сила рукопашного боя, так сказать можно. Житель деревни. Здесь ничего такого. Вот так. Вот ещё есть... Вы видите Марлис. Одну из ваших тётушек. Она никогда не любила вас. Но мы всё равно с ней поговорим. Так. Что ты пристаёшь ко мне, племянник? Не видишь? Я занята. Ах, вот ты что, да? Вот ты какая, значит, тётушка. Ну, ну, хорошо. Я понял тебя. Давайте посмотрим, что есть в домишках. В палатках, вернее. Так. Корень Зандер. Он используется для того, чтобы для приготовления... ...целебного порошка. Правда, который отнимает некие характеристики, но всё-таки... ...толк от этого есть. Вообще, в домах и в палатках различных можно найти много интересных вещей, которые вам пригодятся в путешествии. Особенно торопиться никогда не стоит покидать. Так сказать, покидать вообще не стоит, не подготовившись. Так, здесь есть нож. И целебный порошок. Вот как раз-таки, о котором я и говорил. Так, что есть ещё на полочках у нашей старишины. Так. Фрукт. И ещё один нож. Ну, это всё, конечно же, пригодится для того, чтобы можно было продать, если вы как помните всё это дело. Житель деревни. Житель деревни. Пока никого мы из родственников больше не видим. Жительница деревни. Всё как обычно. Так. Давайте ещё посмотрим. Немножечко осмотрим свою деревню. Вот у нас... Пожалуйста, есть и сельское хозяйство. Что не может не радовать, то есть поселение живёт. Деревня Оройю. Вы видите Джордана. Он крутит своё копьё, как всегда. Избранный. Если ты будешь так обращаться с копьём, то глаза моргнуть не успеешь, как станешь ужином для Гека. Я могу показать тебе несколько приёмчиков. Конечно, я не откажусь. Это займёт некоторое время. Спасибо большое. Нам бы... Нам бы. Так. Ты быстро схватываешь. Похоже, всё, чему я мог научить тебя, усвоено хорошо. Спасибо, Джордан. Это мне здорово поможет. Ну, действительно, правда, поможет владение копьём. Это неотъемлемая часть вообще. Ну и давайте посмотрим, что-нибудь у него дома. Надеюсь, он не обидится на нас. Но, к сожалению, пусто. Это уникальная игра, где действительно можно всё осматривать, всё щупать, всё проверять, изучать. Да, даже можно открыть, по-моему, вратарь. Так, а здесь у нас, насколько я помню, храм, да? Угу. Ну, здесь на нас нападать сейчас начнут цветы. Так, давайте посмотрим. Да, я же говорю. Приветствую тебя, избранный. Радостно тебя видеть. Чем могу тебе помочь? Просто подошёл поздороваться. Я скоро хожу в поиск. То есть, от тебя духи предков избранные. Удачи тебе в твоих странствиях. Спасибо. Ну, то есть, как товарищ стоял, так он и будет стоять. Так. И давайте же попробуем немножечко выполнить квестов в этой деревне по максимуму. Давайте посмотрим. Пи-бой. Как всегда, здесь есть статус. И мы можем посмотреть, что нужно сделать. Ароя статус. Найти торговца Вика. Достать гэк для ароя. Вообще, что такое гэк? Гэк – это некий волшебный чемоданчик. Ну, как сказать, волшебный. Образно говоря, волшебный чемоданчик. Где есть все необходимые чертежи. Генератор энергии. Есть батарея некая для поддержания питания. Как я уже сказал, чертежи, семена и прочие инструменты для создания новой жизни снаружи. После, так сказать, ядерной войны. Всё необходимое для того, чтобы действительно зачать новую искорку в большом мире. Чтобы была жизнь. Приветствую, избранный. Отчего земля у меня под ногами потеплела при твоём приближении? Я хочу попрощаться. Я ухожу в мой священный поиск. Есть вариант. Я ухожу. У меня была надежда, что хотя бы на этот раз ты будешь разговаривать как нормальный человек. Но нельзя же лопать столько наркоты. Всё, я ухожу. Я ранен. Ты можешь меня вылечить? То есть мы можем, конечно же, выбрать разные варианты. Можно постебаться. Но я буду играть честно. Я хочу попрощаться. Я ухожу в мой священный поиск. Земля поёт гимн защитнику нашей страны. Не можешь ли перед уходом оказать мне любезность? Конечно. Что тебе нужно? Мой огород весь зарос чернодушником. Годы истончили мои кости. Я теперь слишком хрупок для этой вечной битвы с природой. Будь моим защитником. Прошу тебя. Это честь для меня, святой человек. Да благословят тебя боги избранные. Да пребудет со мною твоя аура, земля моя, очистившись, облегчённо вздыхает. Так, в переводе на человеческий ты хочешь, чтобы я зашёл опять, когда всё сделаю? Так бы прямо и сказала уж, что тебе мешает. Так, ну что, ещё раз подойдём к нему? Каким образом я могу коснуться избранной души? Семя основателя. Да так, ничего, до свидания. А в общем-то нам нужно сделать следующее. Нужно отоспаться до полудня. Будет светло. Это нам поможет лучше справиться с тем, что нас ждёт. Так, нам понадобится одно копьё. И один нож на всякий случай. Так, жизни у нас 27. Это маловато, но... В принципе, очень даже неплохо. Давайте посмотрим, сколько здесь. Сила 2. Сила 4. Лучше тогда использовать копьё. Копьё будет лучше. Тем более мы сейчас обладаем некими навыками. Холодного оружия 50 у нас процентов. Так что это будет хорошо. Это будет не страшно. Заодно и может быть заработаем какой-никакой опыт. Так. Подходим поближе. И начинаем атаковать. Так, цель в недосягаемости, да? Ещё два хода. Так. Ну что ж такое, ну? Мазня. Мазня. Так, есть немножко. Слегка мы его ранили, это растение. То есть, смотрите, мутировавшие растения странным образом, да, появились. Ну и которые, соответственно, мешают жителям спокойно ухаживать за своими. Растениями, за своими грядками. Так. Ничего-ничего, сейчас мы справимся. Всё у нас будет хорошо. Так, лежать. Лежать, лежать, окаянное растение. Да что ж ты мажешь-то? Ну, 50% и мазня. Кстати, здесь навыки повысились до 300%. Общие навыки в наших характеристиках сбоку, которые находятся справа. Зелёненький, то есть бартер, харизма. Всё это теперь прокачивается до 300%. Что есть очень хорошо. Так, один готов. Прекрасненько. Подбегаем. И спокойно нападаем. Так. Ничего-ничего. Сейчас мы всё сделаем для тебя. О, мудрейший шаман моей деревни. Это мой дом. Это моя земля. Ох ты как. Активненько. Коцает у нас это растение, а. Негодуем. Ну ничего, всегда можно выспаться. То есть, здесь время никуда нас не торопит. То есть, как найдём ГЭК, так и найдём. Ничего плохого в этом нет. Да что ж такое, слушайте. Ну, вываливают меня просто вообще. Так, всё отлично, мы получаем опыта, очки. И теперь надо бы нам до выздоровления отоспаться. Так, всего у нас здоровье 40. Это очень много. Ах да, я же не выспался до конца, поэтому у меня было 21, да, здоровье, когда я пошёл на эти растения. Ну, всё. Три часа дня. Смело можно продолжать своё путешествие далее. Так, вот стоит товарищ. Вы видите Кэмерона, своего соплеменника. Ну что, Кэмерон? Радостно снова тебя видеть, Избран. Чем я могу тебе помочь? Привет, Кэмерон. Готов к новому бою? Нет, спасибо, Избран. Я всё ещё не оправился после нашей последней встречи. Мне понадобится не меньше года, чтобы вылечиться. Ха, доброго тебе дня, Кэмерон. Вот такие вот мы действительно, мы действительно избранные. Так, вот здесь ещё есть место. Давайте посмотрим. А, насколько я помню, есть ещё некоторые квесты. Привет. Говорят, теперь... Ты теперь избранный. Может, теперь наша деревня будет спасена? Так. Ну, приятно было повидаться. То есть, ничего нам особо узнавать не стоит. То есть, я пока не вижу надобности. Так, вы видите своего юного двоюродного брата. Нагора. А его собаки с макой нигде не видно. Как я рад тебя видеть. Мне нужна твоя помощь. Чем тебе помочь? Смок убежал туда, куда взрослые ходят охотиться, и не вернулся. А теперь Марлис не пускает меня искать его. Она говорит, там опасно. А он всего лишь пёс. Но я... Всё равно собирался идти. Но теперь ты здесь. Ты его найдёшь, и она меня не отругает. Конечно. Я немедленно разочу его. Всё. Теперь у нас новый квест. Нужно обязательно сохраниться, потому что... Я всегда волнуюсь при этих квестах. Опасных. Это очень опасные квесты. Которые не просто так существуют. Так. В общем-то, здесь появились новые монстры, которые называются Гекко. Это некие ящерицы. Смотрите, они передвигаются. Есть огненные ящерицы также. Так. Давайте аккуратненько пройдём. Надеюсь, у нас всё это получится. Без шума, без пыли пробежать. И они нас не заметят. Они очень слеповатые, поэтому не всегда они могут нас заметить. Это и есть очень хорошо. Так. Здесь мы видим некие радиоактивные лужицы. То есть какая-то всё-таки зараза осталась после войны. И где-то ещё земля действительно помнит. Вы видите, смог. Отлично. Гав-гав. Ну всё, гав-гав. Пойдём. Гав-гав-гав. Пойдём-пойдём, смог. Аккуратно. Главное, чтобы он тоже не нарвался на вот эти вот радиоактивные лужицы. Иначе будет плохо. Ну вот, я же говорил. В общем, ну это не критично. Так, выбираемся без шума, без пыли. И здесь вообще... Ой, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Здесь очень удобно прокачиваться. Я чуть не нарвался на гекко. Благо, что они действительно слепые животные. Не особо-то видящие ничего. Это нам на руку. Так, аккуратненько пробегаем. Здесь есть корень зандера. Который можно использовать для изготовления порошка, как я уже говорил, целебного. Так, ну что, изберный, давай. Мы в костюме номер 13. Все. Прекрасно. Получим опыт дополнительный. Так. Смок нашелся. Спасибо, Смок. Ах, ты нехорошая собака. Всегда, пожалуйста. До свидания. Сто очков опыта. Маловато, но... Лучше что-нибудь, чем вообще ничего. Давайте еще подойдем к нашей тетушке. Может быть, она будет благосклонна. Может, как-то отреагирует. Что ты пристаешь ко мне? Соплемянник. Ну, все понятно. Так, теперь пора отправиться в следующую локацию, где нас ждет что-то еще интересное. Есть еще одно задание, о котором я мало догадывался, мало знал, но... По прохождении, не знаю, раза пяти, наверное, у меня это получилось. Так. Заходим сюда. Давайте посмотрим полочки обязательно. То есть наши соплемянники на нас не разорятся из-за этого. Все будет спокойно, все будет хорошо. Может быть, что-то есть полезное. А вообще, идея с ГЭКом, это очень-очень гениально, очень практично, действительно, да? То есть, чудо-чемоданчик, в котором есть все для занятия фермерством, для постройки каких-то жилищ и необходимые другие материалы и данные, информация для выживания. Привет, избранный! Отправляешься на поиски ГЭКа! Так. Да, но прежде чем я уйду, я хотел бы спросить тебя кое о чем. Что ты хочешь узнать? А что ты знаешь о тех людях, которые торгуют с нашей деревней? Торговцы? Они приходят из Кламата каждые два месяца. Их не будет еще около месяца, но Кламат всего в нескольких днях пути к востоку отсюда. Что ты можешь мне сказать про эту штуку из священного убежища, которое у меня с собой? Похоже на металлическую тыкву для воды. Может, убежище таким образом посылает нам знамение? Ты не знаешь, кто принес эту штуку к нам в деревню? Не помню, как его звали. Он был старый, горластый, слишком горластый на мой вкус. И знал кучу разных вещей. Он был из Кламата. Это на востоке, я уже говорил. Спасибо, до свидания. Теперь можно еще раз у него кое-что спросить. Так. Ты все еще здесь, ты должен найти гэг. Пока ты торчишь здесь, ты нам ничем не поможешь. Так, дружище, твое дело защищать мост, а я уж как-нибудь позабочусь о своих делах. Так, мне бы хотелось задать вопрос. Да, но я тут заметил твое копье. Вот, 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 вот она возможность. Не все замечают эту возможность, но можно раздобыть кое-какое копье. Покруче, посильнее, помощнее. Так. Да, но я тут заметил твое копье. Оно не такое, как у других. Мой отец научил меня затачивать лезвясовым образом. Если ты достанешь кусок кремня, я заточу и твое копье. Это тебе пригодится на пустошах. А где мне взять кремень? Говорят, что твоя тетушка Марлес припрятала кусочек. У нее такой сварливый нрав, что вряд ли кто-нибудь его уже выбросил. Но, конечно, старая ведьма захочет что-нибудь получить взамен. Спасибо, до свидания. Так, вот, теперь нам дали наметку. Теперь наша тетушка Марлес, которая не хочет с нами разговаривать, обязательно нам поможет. Так, вот теперь она с нами заговорит. Ну что, давайте, есть повод. Что такое? Ты же знаешь, у меня уйма дел. А Миног говорит... Что говорит Миног? Быстрее же, дитя. Что, ну, что у вас есть кремень? Правда, есть. И тебе он нужен, не так ли? Ну да. Что ж, мне нужно... Мне нужно три порции целебного порошка. Приближаются тяжелые времена. Надо запасаться. Принеси мне порошок, и получишь кремень. А теперь ступай. Хорошо, тетушка. Я согласен. Так, у меня есть... Один, только один порошок. А мне нужно три притащить. Вот это вот и печалит меня. Так, ну что, давайте зайдем к нашему... Товарищу. Так, это нет, это у нас старейшина. Вот он, здесь где он. Вот он, друг мой. Мой друг, где ты? Имя, по-моему, Хакунин, да? Хакунин, да, все правильно. А-а-а. Ты возвращаешь дух основателя в лону мира, и своим появлением греешь душ старика. За это я дам тебе целебный порошок. Помни, он очищает тело, но затуманивает разум. Спасибо. А еще я смешаю корень Зандер с цветком Прокко. Если ты принесешь мне и то, и другое, да будут пути твоей истины, да не собьется твое сердце. Спасибо. Так, нам дали еще один порошок. Ах, нет, все, три. Три, он мне два дал, да? Ну, прекрасно. Можно, кстати, было пойти на территорию с Гекко и там раздобыть как раз-таки эти цветы. Корни и цветы. Корни у нас есть. Еще можно было цветок сорвать. И все, в принципе, миссия наша была бы выполнена в любом случае. Ну, спасибо Хакунину. Не трать зря мое время. Есть у тебя порошок? Да, вот он. Вот кремень. А теперь убирайся. У меня нет времени болтать с тобой. Спасибо, тетушка Марлис. Какая ты добрая. Я, правда, тебе души не чаю. Так, отлично. Подходим к нашему товарищу. Страж моста. Ну как, удалось выпросить у тетушки кремень? Да, вот он. Хороший кусок. Дай-ка мне свое копье. Вот, держи. Теперь прикладываешь кремень вот так. И все. И копье готово. Вот твое новое копье. Спасибо, дружище. Это мне очень поможет. Давайте посмотрим, чем оно отличаться может. Вот заточенное копье. Есть просто копье, а это заточенное копье. Оно будет чуть лучше помогать нам справиться с нашими бедами. Так, ну что, мы отправляемся далее. Я думаю, пора, пора нам идти и искать то, что нам нужно. Нам нужно найти гэг. Нам нужно разобраться и дойти до кламмата. Давайте же дойдем до него. Карта стала больше. Немножечко изменилась. Немножечко изменился интерфейс. Стало гораздо плавнее все это действовать. Ну что, заходим? Так, я предлагаю здесь сохраниться обязательно. Бывает такой некий неприятный глюк, что игра может вылететь при таком условии, что мы будем разговаривать с уликом, с неким персонажем странным. Так, давайте посмотрим. Нам сказали, что фляжку принес Вик. Но, как мы видим, сразу же есть домик Вика. Вывеска Вика. Давайте же зайдем туда. Сперва первым делом. А потом уже начнем выполнять другие задания. Вот такой вот небольшой аккуратненький городишко. Грязненький, разрушенный, но все-таки люди здесь живут. Есть даже сауна, купальня. Так, заходим. Давайте же сразу посмотрим, что здесь есть. Отлично. Колода карт Таро, насколько я помню, фляга Вика, пиво, самогон и ядеркола. Конечно же. Все, забираем. Мы все возьмем. Нам все нужно. Нам все всегда пригодится. Так, что еще есть у Вика хорошего? Здесь, по-моему, где-то сундучок был, если я не путаю, конечно. Нет, я ошибаюсь. Значит, сюда нам нужно. Есть комнатка, где как раз-таки и есть то, что нам нужно для выживания. Сейчас вы это увидите. Я все еще помню. Так, есть 10 миллиметров патроны и самопал. Самодельное однозарядное ружье. Очень даже хорошо. Так, и есть также стимулятор. Наши знакомые и любимые стимуляторы. Извините, столько вы не поднимите. Печаль, печаль, печаль. Хорошо. Давайте же зайдем. в таверну Бакнера. В таверну Бакнера зайдем. И уже здесь, возможно, нам повезет и мы обменяем что-то на что-то. Меня зовут Мейда Бакнер. Я здесь заведую торговлей и выпивкой. Я не выношу, когда дикари начинают устраивать беспорядок в этом доме. Поэтому советую вести себя осторожно, иначе можно оказаться в положении сулика. Что нужно? А мне нужно кое-что купить. Ты хочешь обменять что-нибудь? Мне всегда нужны шкуры Гекка хорошего качества, и я плачу за них хорошие деньги. Да, я хочу поторговать. Давайте же что-нибудь на что-нибудь обменяем. Так, есть броня. Ну, броня дорогущая. 1400 монет, крышек, то есть, вернее. Так, давайте же отдадим ей все, потому что нам, в принципе, ничего уже не нужно. Особая лопата вот у нас есть, ну, лопатка-то лопатка. Угу, рад скорпион, хвосты. Нет, броню мы пока не потянем, но за денюжки-то надо обменяться. 163, да? Так, ну, давайте веревочку. 241, ну-ну-ну-ну. Женя, как всегда, в своем репертуаре. Так, 213, фрукт отдадим, корешок отдадим, фляжечку можно две штучки отдать. Ага, она бесценна. Фляжечка бесценна. Хорошо, я тогда заберу ее себе до конца. Хвосты скорпионе, насколько я знаю, ценятся тоже очень хорошо. Так, лом, сколько стоит лом у тебя? Ой, какой дорогой лом. Стимулятор дорого? Ой, симулятор очень дорогой. Так, 241, 295. Ну, один хвостик можно выложить. Даже два. В общем, пригодится. даже три. 265. Да, дорогие хвостики, 255. Ну, неплохо, давайте оффер. Все, хорошо, неплохая сделка. Спасибо, хлам я обменял, денежки собрал. Так, меня больше ничего не интересует, до встречи. Все, теперь я иду в домик Вика. Так, отлично. Ну, что же, возьмем мы самопальное ружье. Это лучше, чем вообще ничего, потому что много мы холодным оружием нанести урона не сможем, в любом случае. Так, сколько там силы было? Сила 5, ну, неплохо. Так, характеристики. Легкое оружие, самопал 33, слабоватенько, но лучше, чем ничего, действительно. Так. вы видите очень крупного парня с отсутствующим взглядом, одежда которого вся в пыли. Он слегка улыбается, похоже, он всегда так улыбается. Угу. Нет, пока я к тебе, товарищ, подходить не буду, потому что я знаю, что ты мне скажешь. Теперь давайте же еще раз сохранимся. Я боюсь подойти к сулику, потому что это может все дело плохо кончиться. Так. А чего мы со мной можем для тебя сделать? А кто это мы? Так, духи со мной дружи. Они тут повсюду, некоторые, и разговаривают. Какие духи? Духи-то они везде, путешествуют с нами со мной. А дедов Масл из них самый болтливый. Дедов Масл, да, дедов Масл. Что еще за дедов Масл? Он здорово сильный дух, здорово, почетно его носить. Здорово. Очень тяжело понять сулика. Я об этом и говорил. Погодите, вы имеете в виду эту косточку у вас в носу? Держу его вблизи, так проще его духа коснуться. Вот почему он больше всех болтает. Могу я спросить по-другому? Мы со мной много чего знаем. Ходили от большой соленой воды до самого до дома кусачих ящериц. Так. А что вы тут делаете? Работорковцы сеструху нашу забрали. Вик нам информацию поставлял, а его не видать. Вот мы и напились в сосиску. Духи гнева и хаоса вылезли наружу, и теперь нам придется заплатить, чтобы все утрясти. Перевод, конечно, не очень-то правильный, вот меня смущает некоторые вещи, но в целом очень даже неплохо. Так. Вы ищите свою сестру? Вам придется заплатить за ущерб? Да. Мы должны Майди 350 долларов, а то на юг что ли? Чё? Мы бы с тобой сходились и сеструху поискали. Есть у тебя 350? Нет, немножко нет. Похоже, хозяин просто старается уберечь вас от непредств. Не думаю, что вы скоро попадете на юг. До свидания. Так. Может и так, Сулик, но сначала мне нужно еще кое-что спросить. Мы со мной рады ответить. Не думаю, что сейчас мне еще что-то нужно узнать. В общем-то, нужно давайте нам найти несколько монеток еще. Так, женщина стоит. Привет, меня зовут Ардин Банк Бакнер, а это моя таверна. Скажите, вы траппера по имени Смайли за городом не видели себе под нос? Его уже очень давно нет, не надо было отпускать его на этот дурацкий промысел. Смайли? Нет. Такой траппер мне не встречался. Расскажите мне о нем. Ну, у нас со Смайли было все очень серьезно. Я уж думал, что наконец-то уговорил его обосноваться здесь и помочь мне управляться с таверной. Но он сказал, что собирается сначала в последний раз ходить на промысел. На промысел? Ну, он назвал это даже не промыслом, а поиском. Он сказал, что, похоже, догадался, откуда берутся все золотые гекки и хочет это проверить. Он думал, что там может оказаться какой-то волшебный источник или тайная пещера или убежище какой-нибудь? Хм. Ну, я точно не помню все, что он говорил, но он был здорово воодушевлен. Не надо было мне его отпускать. Уже две недели прошло, как он должен был бы вернуться, и я волнуюсь. Я помогу, я поищу его для вас. Ох, спасибо, давайте я отмечу на карте то место, о котором он говорил. Надеюсь, вы найдете его. Конечно, он не фонтан, но я люблю его и скучаю по нему больше, чем я думала. Пожалуйста, найдите его. Сделаю, что смогу, но сначала мне надо кое-что, о чем вас спросить. Я хочу кое-что купить. Я лишь даю комнаты, если вы хотите что-нибудь купить или обменять, поговорите с моей дочерью, Мэйдой. Спасибо, до свидания. В общем-то, она ничего нам продавать не может, поэтому давайте еще раз подойдем и нужно что-нибудь купить. Может, у нее все-таки монетки найдутся завалявшиеся какие-нибудь? Пожалуйста, нет, да, беда. Беда, беда не приходит, она мне больше ничего не держит, до встречи. А с кем еще можно поговорить? Надеюсь, так-так-так, ничего хорошего, то есть тут люди... Ой, вот товарищ еще был какой-то. Здорово, незнакомец, меня зовут Виски Боб, а тебя как? Меня зовут Сэм, приятно с тобой познакомиться, Виски Боб. Всегда приятно встретить кого-нибудь, с кем можно выпить. Угостишь меня выпивкой? Разговоры всегда вызывают у меня жажду. Конечно, Боб угощу. Хотя... Я не хочу угощать тебя. Я сейчас на мели. Что ж, мистер, может быть, увидимся с тобой в другой раз, пока. Ну, пока-пока, пока-да. Пока я с тобой не собираюсь ни о чем разговаривать. Давайте же посмотрим следующие домишки. Вообще, конечно, Каламат, это такая вещь, такой городок. Вы видите одного из двух очень похожих друг на друга мужчин. Наверное, они близнецы. Оба очень мускулисты и в обоих нависшие брови. Но пока... Нет, сюда мы не пойдем. Что-то мне как-то смущает немножко. Так. Вы видите одного так. Так-так, вы видите, как посетитель бара пьет пиво. Поговорим с барменом. Приветствую тебя, незнакомец. Добро пожаловать в Золотой Гекко, таверну, гостиницу и торговый пункт. Меня зовут Саяг. Я владелец этого места. Чем могу помочь? Мне бы хотелось поторговать. У меня есть все, что тебе нужно, дружище. Лекарства, выпивка и самые разные товары. У меня особые источники, можно сказать. И я всегда готов купить хорошую шкуру Гекко. Давай посмотрим, что у тебя есть. Вообще, вся игра завязана очень сильно на торговле, поэтому никогда не стоит этим злоупотреблять и всегда нужно что-то выкупать, что-то продавать. Поэтому это действительно вам поможет в будущем. Так. На вот тебе хвостов наскидываю. Мне это нафиг не надо, потому что я без хвостов прекрасно справлюсь. Так. 80, да? Ах ты, что ж такое-то? Ну, 581. Может быть, броню себе как-то взять? Ах, беда. Ах, беда не приходит одна. Вот не знаю, как теперь разорваться. И броню хочется. Ну, ничего. Давайте, наверное, сперва выкупим Сулика. потому что Сулика он хороший. Очень. Нам пригодится. Он отличный воин в целом. Так, еще надо держать, скинуть немножко. Так. Ну, еще. В общем-то, нужно экономить. Ну, сделаем так. Пускай уж 3 бакса ему накручу. Нет, ваше предложение мне не подходит. Ах, 83, да, я что-то сглупил. 80 на 80 же. Все, хорошо, неплохая сделка. Спасибо большое. Так, вот теперь я могу спокойно пойти и выкупить себе Сулика. Сулик будет мой друг. Первый мой напарник. Здесь увеличилось количество напарников до 5. Если же мы могли в первом, насколько я помню, я могу ошибаться, но, как мне казалось, что можно было максимум двоих с собой таскать. А здесь можно и животных с собой брать и все прочее. Так, ну что? Поговорим, чем могу быть полезно. Так, ничего не нужно до встречи, надо сразу к Сулику непосредственно подойти. А чего мы со мной можем для тебя сделать? Так. А ты когда-нибудь слышал о генераторе демских кущ компактном? В первый раз слышу, но Майда нам засиживаться то не дает. Так, другой вопрос. Что вы тут делаете, это понятно. Вам придется заплатить за ущерб. Так, вот 350. Да, мы дадим это Майде, потом будем свободны. Хочешь, чтобы мы сразу пошли? Это было бы здорово. Так, вроде не вылетает пока, все приятно, все прекрасно. И чего тебе надо? так, нам нужно изменить дистанцию между нами. На каком расстоянии нам находиться? Так, стой близко ко мне. Мы со мной будем держаться к тебе поближе, если ты обещаешь, что в следующем городе мыльцо прикупишь. Пока все. Так. А здесь нас пока ничего не интересует, давайте же теперь посмотрим далее. А этот товарищ все за нами ходит. Так, что у тебя вообще с оружием, товарищ? Скажи мне, покажи, я тебе скажу. А, у него в молот есть и броня, кожаная куртка. Ах ты, сулик, ах ты хитрый жук. Хитрый жук, сулик, он такой. Так, вот теперь я думаю, начать ли мне квест вот с этим вот товарищем, который здесь стоит. Вот он, который постоянно улыбается. Так, я думаю, стоит ли рискнуть, интересно? Давайте, наверное, рискнем, чего бы нет. Моя Тор! Приятно с тобой познакомиться, Тор. Что интересно здесь случилось за последнее время? Люди, жуки, брать, мумуки по ночам. Тор, страшно помочь Тор. Конечно, Тор, я помогу тебе охранять браминов. Твоя помочь Тор после мумуки указывает на восток. Сейчас, да? Улыбается. Я помогу тебе помочь стеречь твоих браминов Тор. Все, отправляемся. Очень интересный квест. Особо смысловой нагрузки он не несет, но это нам поможет во всяком случае защитить Тора. вот рад скорпионов, которые нападают на его браминов. Он их пасет. Соответственно, нам нужно бежать к скорпионам теперь, вот к банде к этой скорпиончиков. Давайте же как-то мы с этим справимся. Так, тихонечко, аккуратненько. Крадись, 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 мои хорошенькие. Давай. Маленький скорпиончик. Угу. Маленький-то удаленький. Тор, давай. Ой, Тор, говорю, Сулик. Сулик, друг. Красавчик. Смотрите, как вышибает она. Кстати, его характеристики зависят от прокачки наших характеристик. То есть, здесь игра настолько сделана грамотно, что, смотря какие выбираем параметры мы, то у Сулика, соответственно, будет разнообразная сила удара, скорость и также, такие же характеристики, как у нас, но на подобии выносливости, возможности переносить вещи. То есть, мы можем сгружать ему какие-то вещи. По-моему, есть даже патч, исправляющий некоторые проблемы с этим. Так, отравление, да, небольшое? Ну, не страшно. Давай же, Сулик. Молодец, молодец, хорошо работает. Вот он шустренький, да, товарищ-то? Сулик это приятный помощник. Он и посоветоваться поможет, и какие-то места подсказать. Это очень здорово. Так. Угу. Все? Вроде бы все. Так. Ага, убежали, да? Ну-ну. Они, кстати, очень проворные, эти два братика, которые стояли здесь, да, мускулистые, про которых мы читали с бровями-то нависшими. Жуки, дохлый. Момики, хорошо, Тор, спасибо. Мы получаем очки. Мы можем сбегать также в домик, посмотреть, что здесь есть, и, возможно, мы найдем что-то интересное очень. Так, ты куда побежал? А, Сулик там, Сулик своя атмосфера, в общем-то. Так. Клешни, рад скорпионов. Ну, они тоже пригодятся, их можно будет продать и для чего-то использовать. Я, правда, уже не помню. Хорошо. Так, вяленое мясо возьмем. Что-то мне всегда оказалось, что на лягушек похоже. Хорошо, проотправляемся дальше. Будем выполнять все по возможности очень подробно. Кламот. спасти траппера Смайли, уберечь браминов. Ну, браминов мы вроде уберегли, нет? Я вот думаю. Вроде бы все в порядке, ведь, да? Все хорошо? Хвосты будем брать. Хвосты нам пригодятся. Жуки дохлые, мумуки хорошо. Ну, раз мумуки хорошо, то меня это радует. Суликом мы с тобой действительно... Ой, то есть мы с Суликом согласны с тем, что все хорошо. Так. Это я понаберу. Они очень хорошо ценятся, хвосты. По-моему, из них что-то делают тоже. А, извините, столько вы не поднимите. Ну, печально, печально. Я, конечно, да, понабрал очень много. Здесь вроде бы спать нельзя. А, нет, можно. До 12. Так, попробуем. Время протянем немножко. И сейчас все узнаем. Урон от яда, все прекрасно. Брамины живые, здоровые. Жуки дохлые, все, Тор счастлив. Ну, все. На этом наша миссия здесь окончена. Продвигаемся дальше. Как вы уже заметили, действительно, квестов много. В каждом городочке, в каждом маленьком местечке обязательно найдется что-то такое против... А, то есть, мимо не пройдешь мимо этого места какого-то, да? Блейдс. Так, мы это видели когда-то. 350 очков опыта. Давайте посмотрим, что у нас с характеристиками. Следующий уровень, 3000. Еще нужно заработать немножко очков, и у нас будет следующий уровень. Прекрасно. Так, заходим. Что же здесь есть? Кто это? Женщина. Хочешь поиграть в игру? Пока нет. Приятно тебя видеть. Спасибо. Взаимно. Так. Очень много мест, куда можно пойти. Давайте пройдем сюда. Здесь свалка. Какая-то свалка небольшая есть. Товарищ стоит, фермер. Угу. Таверну Бакнера. Это мы поняли уже. Дети бегут. Дети, кстати, здесь могут воровать. Поэтому многие начинают негодовать от того, что дети начинают воровать у вас вещи. И это действительно правда. так. Здесь есть какие-то места. Мальчик стоит. Детей. Дети города Кламот. Так, вот здесь тоже какое-то место есть. Какой-то тамишка. Давайте поинтересуемся. Ничего хорошего не говорят нам? Ну, хотя бы по полочкам пошаримся. Да. Порошок и шкуры гека, которые можно будет продать. Прекрасно. Ух ты, ха-ха-ха. Ну, дети ликуют, детям хорошо. В любом случае, там война и не война, детям всегда будет хорошо. Ганс. Угу. Пушки. Давайте сходим и сюда. Ага. Автомобиль. А вот это вот фишечка как раз-таки очень заманчивая. Так, здесь мы не пройдем, но мы сможем пройти здесь. Так. Можно поговорить с человеком, это я помню. Привет, друг мой. Очень мило с твоей стороны навестить нас. Меня зовут Тощикол. Я возглавляю городок трапперов. Привет, Кол. Меня зовут Сэм. Почему это место называется городок трапперов? Ну, в этой части города живут все трапперы, когда они заняты охотой на гека. У нас тут все просто зашибись. Но вот северную часть района заполонили крысы, но мы хорошо забаррикадировали все входы в этот, как его, супермаркет. Угу. Так, тебе... У вас вопрос вклад автомобилей? Ну да. Тебе ничего неизвестно о такой штуке генератор демских кущ? О, ты имеешь в виду гэг? Да. Я как-то видел рекламу в старом журнале, но не думаю, что они до сих пор сохранились. По крайней мере, точно не здесь. Ну что ж, ответь иногда на другой вопрос. А вы вообще когда-нибудь заходите в северную часть района? Мы заложили все входы, входы в северный район города, кроме одного. У меня хранится ключ от этого входа, просто на случай, если кому-то понадобится. Правда, я не понимаю, зачем кому-то, может быть, нужно туда попасть. Я бы туда не пошел ни за что. Мне бы хотелось получить этот ключ. Тебе нужен ключ от северного района городка траперов? Зачем он тебе понадобился? Я первооткрыватель, я стараюсь разведать все возможные места, все возможные места, кроме того, может там где-нибудь гэк заваляться на задней полке. А я хочу помочь вам разобраться с крысами. Вот это верный вариант. Что ж, хорошо, вот тебе ключ. Только не устраивай там никаких гадостей и как следует закрой за собой дверь. Спасибо, колл, я не подведу. Так, что-нибудь в столе есть? Какие-нибудь вкусности, полезности, приятности есть? Нет, пока ничего нет. Есть ключик только. Металлическая дверь. Открывается. Прекрасно. Заперто. Ну, здесь очень удобное управление в плане того, что используют какие-то вещи. Мы открываем спокойно дверку. Ах так, да? Ну ладно. Раз не получается легким путем, то придется воспользоваться именно таким, точечным путем. Все, вы отпираете дверь. Ну вот, теперь я прав. Так, заходим. Ну, давай, сулик. Чуть, чуть побыстрее. Если можно. Так, дверь запираем, как и обещали. И выходим в другую часть, в северный район. Так. Ну, ничего, ничего, сейчас мы здесь разберемся со всеми гадостями, которые здесь творятся. Возможно, что-то найдем ценные здесь. Вот, смотрите, столы есть. Можно все обсматривать. Есть шкафчики какие-то. Всевозможные полки. Я в этой серии рассказать, конечно, про убежища, но пока мы до них не дошли, я думаю, перенесу это на следующую уже серию. Так, сапоги. Сапоги – это нужная вещь. Они пригодятся для того, чтобы ходить по радиоактивной жиже. Так, мы забираем патрончики. Патрончики – это очень ценная здесь вещь. И снова сапожки. Кстати, кстати, кстати. Можно сделать следующее. Держи. Я тебе сейчас дам некоторые вещи. На тебе сапожки. То есть, сделаем это так. Я тебе дам мясо. Два. Чтобы освободить себе немножко места. Ну и клешни я тебе тоже скину пока. Носи сулик на здоровье. Хлам. Будешь моим этим шмоточником по спорту. Отличненько. Сапоги я ему дал. Он также может прокачиваться, как и я, и одевать такие же предметы, как и я. Так. Приятно, прекрасно. Мы здесь все раздобыли. Теперь пора отправляться и разбираться с крысами, которые заполонили северную часть. Ну, нам не страшно. Крысы это... Мы уже видели крыс в первой части. Они не особо-то и сложны, но бороться с ними все-таки надо. Ну, что-то мы с тобой с уликой вообще мазня. Двоем. Два мазилы. Очень много, очень много вот монстров, которых вы еще не видели, которые есть только во второй части. Так. Ага, крыски что-то негодуют. Крыски. Ну, Солик молодец. Солик мне помогает. То есть, не зря. Лучше действительно надо было мне... Как? Я поступил правильно, жертвуя всеми финансами своими. Потому что Солик реально вывозит просто в хламину. Так. Проходим дальше. Крыски подбираются потихонечку. Сейчас. Тебе сейчас быть больно, друг? Дорогой друг. Дорогие друзья, крыски. Так, проходим. Крысы боятся меня. То есть, я прокачан очень даже неплохо и крыски боятся. Это примечательно очень. Так, замечательно. Крысы бегают. О, да, друг. Так, обшмонаем пока полочку. Полезности могут быть в любом месте. То есть, они типично, конечно, одинаковые. То есть, если вы будете проходить игрушку заново и заново и заново, но в некоторых местах будет зависеть от вашего уровня, от вашей прокачки. В том-то и главный плюс этой игры. Ну и вообще, у игры очень много плюсов. Да, но графика для меня здесь остается опять-таки на уровне даже на нынешнее время. Мне не нужны 3D, мне не нужны разные эффекты, мне не нужны шейдеры, мне не нужно ничего. Я буду играть и получать удовольствие от этой игры всегда. Потому что это Fallout 2. Все прекрасно. Так. Проходим дальше. Северная часть. Крыс нужно будет уничтожить всех. Это важное замечание, потому что от этого зависит наш уровень и дополнительные очки, которые мы получаем всегда. За любое убитое животное, за любого убитого монстра. Что-то я заговариваюсь. Очень много говорю, очень много информации, поток. Так, я скажу вам одно. Вообще, все-таки про убежище я немножко заикнусь. Вот мы сейчас пойдем в убежище кое-какое. И я могу вам сказать одно, то что убежище это был большой социальный эксперимент. Это не сколько жилища для людей, для выживших, а сколько огромный социальный эксперимент. Ну, а самое вкусненькое я оставлю на потом. То есть я не буду раскрывать всех карт, дабы не портить впечатление. Так, все. Ну, наверное, все. Спускаемся вниз. Так, отлично. Так, ну что, давайте, наверное, на этом месте я прерву серию. На этом месте серия наша закончится, потому что мы прошли очень далеко, очень много узнали, много выполнили разнообразных заданий, я здесь сохраняюсь. И уже в следующей серии мы продолжим свои безумные приключения на парус с Суликом. Сулик, друг, прощайся, все, всем пока, хорошего настроения, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok